Факт номер один. Еврейская партизанка-фотограф времен Второй мировой войны носила леопардовое пальто. Фей Шульман, у которой нацисты забрали все личные вещи и убили всех родственников, чудом выжила и сбежала в леса, примкнув к партизанскому движению. Во время нападения партизан на родной город Шульман, девушка смогла вернуть себе личные вещи, в том числе фотоаппарат, благодаря которому она прославилась как партизанский фотограф, а также то самое леопардовое пальто с головным убором, которое очень сильно выделяло ее на фоне остальных партизан. В своих мемуарах Шульман вспоминала, что пальто было легкое, теплое и прочное, а также помогло юной партизанке выжить в суровых лесных условиях. Факт номер два События парижской коммуны 1871 года по сути являлись гражданской войной, а следовательно представители противоборствующих сторон носили одинаковую униформу. Чтобы отличаться от офицера Версальской армии, коммунабские офицеры широко распахивали свои красные лацканы, что художники и монархисты часто высмеивали в своих карикатурах, а также носили другие вещи красного цвета – пояса, перевязи, кепи и лампасы на штанах. Нужно понимать, что тогда красный цвет не имел современной смысловой нагрузки и отслал только к событиям революции 1848 года и о рекламе – главнейшей воинской хоругли средневековых французских войск, которая также была красного цвета. Факт номер 3 Австралийский танк «Сентинел» привлекает к себе излишнее внимание благодаря детали под башней по центру корпуса по форме, напоминающей половой член. На самом деле эта деталь является бронеколпаком курсового пулемета «Виккерс», но выглядит она и правда крайне вульгарно. Хорошую компанию этому австралийскому танку мог бы составить советский танк Т-72А, который получил на западе неофициальное прозвище «Доли Партон» из-за характерной формы башни, которая якобы при определенном ракурсе напоминает роскошный бюст певицы. Если вам мало и этого, то третьим в этой компании будет Т-62, блоки дополнительной брони на башне которого советские солдаты ласково называли «Брови Брежнева». Факт номер 4 Владимир Барданов, известный также как «Мэтищинский стрелок», стал главным героем всех новостных лент 30 марта 2021 года, когда на протяжении 9 часов оборонялся от штурмующих его дом сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии. Здесь ему можно сравнить и с Кевином Макалистером, который хоть и является вымышленным персонажем и ребенком, но он также защищал свой дом от посторонних, причем зачастую не менее жестко. И с мифическим царем Ассирии Сарданапалом, который после начала восстания сжег собственный дворец вместе с собой и своими родственниками, чтобы не попасть в руки разъяренной толпе. Барданов тоже погиб в огне и не попал в руки правоохранителей. А наличие у Барданова собственного зоопарка, который мог затруднить представителям силовых служб штурм его дома, вызывает параллели еще и с Джо Экзотиком. Факт номер 5 Один из самых известных лидеров украинских добровольческих батальонов 2014 года Семен Семенченко Носил Балаклаву, скрывающую его личность, прямо как лидер мексиканских повстанцев субкоманданте Маркос. Правда, в отличие от последнего, который перестал появляться на публике и так и остался загадочной и уважаемой личностью, Семенченко снял Балаклаву и после этого его героический образ стал стремительно испаряться. И от былого загадочного комбата в Балаклаве, который вдохновлял и давал надежду украинским добровольцам в 2014 году, не осталось и следа. Кроме того, Семен Семенченко – это псевдоним, его настоящее имя – Константин Гришин. Однако после 2014 года он официально поменял свое настоящее имя на это вымышленное, под которым и прославился. Это роднит его с Игорем Стрелковым, который также до событий на Донбассе был в Гиркины, но стал известным как Стрелков и позднее официально закрепил это в своем паспорте. Сегодня принято считать, что Иисуса распинали римские легионеры в лорихах-сегментатах – классический образ, навязанный популярной культурой. Однако на самом деле в то время в Иерусалиме римских легионеров было крайне мало, в основном в числе личной гвардии наместника Понтия Пилата. И понятное дело, в распятии они участия не могли принимать. На самом деле в Иерусалиме того времени несли службу пешие иконы-вспомогательные войска-себастийцы. Именно они патрулировали город и, нужно полагать, принимали участие во всех событиях на Голгофе. Они выглядели куда более скромно и не так помпезно, как это отчасто ошибочно изображается в фильмах. И, конечно же, никаких лорих-сегментат у них не было. Факт номер 7 Леопардовый хит сезона Как удивительно, леопардовый мех связан с военной историей на протяжении более двух тысячелетий. Сначала леопардовый мех в качестве чип-рока использовала кавалерия македонской армии и сам Александр Македонский. В 19 веке леопардовый мех использовался в отделке французских драгунских касок, но носить их могли не все, а только офицеры и драгуны императорской гвардии. Поэтому леопардовый мех был символом высокого статуса в наполеоновской Франции. Добровольцы Южной Родезии уже в 20 веке продолжали традицию украшать свои головные уборы леопардовым мехом, только это уже были фетровые шляпы и делалось это в районе естественного обитания леопарда в Южной Африке. Наконец, самое неожиданное использование леопардового меха. Еврейская партизан-фотограф времен Второй мировой войны Фей Шульма пряталась по лесам в своем роскошном леопардовом пальто и соответствующем головном уборе. Продолжение следует...